всем привет вами Нирыч и сегодня под объектив нашей видеокамеры попала вот такая вот интересная достаточно наверное редкая и странная материнская плата от компании VIA модели EPIA 5 но что же странного тут кроме миниатюрного размера и каких-то надписей VIA то все ребята очень просто мало того что здесь установлен южный мост от компании VIA так еще и северный мост от него же и самое главное центральный процессор тут тоже установлен от компании VIA интересно да уже это скорее всего плата ну или с какого-то банкомата или с кассового аппарата не знаю где они возможно такие применялись вот размер чтобы еще раз его подтвердить его минималистичность первое показываю у меня ладонь длиннее чем эта вся плата так вот к примеру жесткий диск стандартный 525 размером в принципе полтора таких диска и вот она уже полноценная плата что она имеет на борту на задней панели имеются разъемы ps2 по ламда подключение мыши и клавиатуру vga порт для видео выхода видеокарта кстати тут интегрированы единственно пока непонятно что вообще такое 3d скорее всего она не поддерживает но это все как говорится мелочи также тут есть сетевая карта звуковая карта все это дело выполнено на чипсетах via есть ком порт 2 вот здесь вот таких юсб порта дополнительных на самой плате юсб ников я тут кстати не вижу есть вот такой вот а слот писиай для подключения какой-то карты расширения не знаю что тут можно поставить сюда в принципе вариаций много можно какой-нибудь сапоком контроллер поставить или куть модную крутую звуковую карту в общем вариантов на самом деле много напишите в комментариях чтоб вы сделали с подобной рецеплатой первый раз если вам попала в руки и так память здесь у нас устанавливается типа sd-рам максимальный объем возможной установки аж целый гигабайт единственное таких плашек больших у меня нету у меня вот только вот 128 мегабайтные плашки имеются две штуки вот их мы сюда собственно и установим и еще возможно возник вопрос нирыч а что ты не рассказываешь где-то и и взял в общем история крайне интересная море а тут недавно видеоролик на канале меди морг далее вот что я увидел сразу естественно когда мне дед пакет протянул это одноплатный компьютер на процессы via судя по всему мегагерц 300 400 он я думаю здесь потому что здесь еще используется sd-рам память то есть посмотрите здесь даже не ddr к 1 здесь еще sd рамка и соответственно увидев это я принял волевое решение написать комментарий что готов купить ее за 500 рублей после чего мне сказали написать в группу мэди морг канва вконтакте соответственно я там что написал и меня уже перевели так скажем в личку к тому самому михаил высокоуважаемому где мы обговорили все нюансы по доставке по оплате и хочу сказать ему огромный респект за то что там в течение трех четырех дней весь вопрос решился она была уже у меня и до кучи еще миша не подкинул мне эксклюзивную кассету со своими модными треками diptonus 18 плюс все дела не знаю тут защищены они авторским правом или нет надо будет у него узнать в общем первое что я хочу сделать устранить вот этот один маленький недостаток у тут есть такой вздувшийся конденсатор на 1000 микрофарад номиналом 10 вольт вот и в принципе после этого ее можно запускать что-то там более подробно не рассказывать ну пока что не вижу никакого смысла вот надо говорится запустить и посмотреть потому что в интернетах в этих ваших информация крайне скудная по данным платам процессора тут ставится разные видеокарты ставят ставились разные большинство источников вообще рассказывают что это какой-то ноутбук возможно кстати есть в этом доля правды кстати самое что интересное год выпуска то у нее достаточно свежий 2004 год ну как свежий практически 20 лет назад вот но напомню в 2004 году появился на свет сокет 775 от компании intel а тут как я поняла процессор аналог еще пенсиума 2 который вообще есть там середина 90-х годов в общем непонятно но очень интересно так приступаем замене конденсатора а 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 и ну вот в общем как вы можете наблюдать конденсатор заменен все тут у нас аккуратненько получилось вот они два контакта как будто завод я мое ничего не поменялось в общем устанавливаем все дело на стенд и запускаем стенд собран и можно приступать к запуску и кстати вывелся такой недостаток один ну как недостаток особенность конструкции так скажем тот имеется только один у нас и дешний разъем соответственно можно подключить либо один жесткий диск 1 сиди 9 привод либо два жестких диска и его вопрос в нем хотел бы сюда саташку поставить через переходник а как мне винду устанавливать блин интересно конечно все в общем только значит и да и у нас осталось так где у нас тут два знаменитых контакта опа на запуск пошла жара кстати я тут дополнительно подкинул вентилятор 120 на стенде пусть обдувает лишним явно не будет так и кажется я забыл прожать кнопку дел чтобы зайти в bios ладно исправим от недоразумения вот таким вот рестартом опа вот он у нас bios и что-то нас тут довольно таки интересное понятно все дата выставлено дисковод установлены вот в общем тут можно выбирать количество оперативной памяти я так понимаю для использования видео адаптером даже стандарт можно выбрать блин странно все очень как будто тут какое-то видео очень интересное установлено так и хотел бы я посмотреть возможен ли тут какой-либо разгон драм-клок слушайте какие тут параметры есть вот что-то я нифига не пойму так можно тайминги памяти поменять хочу вот это дело обозначает пока честно не пойму ну ладно хватит как говорится смотреть тут на этот экран синий давайте запускать винду да я уже заранее сюда накинул windows xp сервис пак 3 и сейчас вам покажу как это дело получился на насколько удачно или неудачно достаточно долго запускается что непривычно как будто странно не было последнее время я хоть и часто работаю windows xp но на достаточно мощных компьютерах если сравнивать его конечно с вот этим вот аппаратом да ё-моё очень долго очень все странно но запуск идет своим чередом жесть просто это слово приветствую тут все полчаса чтобы висеть будет ядрить его горится налево о как вы можете слышать звук у нас есть при установке системы все драйвера которые требовались нашлись самостоятельно и установились без проблем а как вы можете наблюдать процессор у нас via Samuel 2 показывает 248 мегабайт но понятное дело что тут было 256 вот и часть ушла на видео адаптер встроенный частота процессора кстати могучий аж 533 мегагерта и долго очень долго все тусто на этот открывает видео адаптер триндент видео акселератор blade 3d drop pro media честно надо искать инфу про него потому что открываю программу цепу Z да ё-моё и она тут грузится три часа ну что такое комплекс могуть как вы можете наблюдать а что касается графики все тут все плохо вообще ничего не показывает что касается процессора ну тут все видите сами via c3 кодовое название Samuel 2 150 нанометров техпроцесс разъем кстати показывает 370 но какой-то вот странный может мобильный не знаю одно ядро один поток кэшпайн второго уровня хоть невероятная цифра 16 мегабайт в чем я очень сильно сомневаюсь вот на первого уровня 64 килобайта как бы тут на правду все похоже частота шины 133 мегагерца что касается памяти чё тут тоже скудновато все ну ладно показывает у нас тут что есть инфраграфный порт даже кстати установлен внутри не знаю честно у меня ответного устройства нет какой-нибудь старый есть Siemens или Sony Ericsson не знаю прикупить чтобы проверить работает он или нет сетевая карта как вы можете наблюдать от компании VIA звуковая карта VIA AC 97 красота в общем ребят сейчас накину софта вот и попробую протестировать этот комп синтетических тестов а может быть даже в каких-нибудь играх чем как говорится черт не шутит так в общем ребят никакой вменяемой информации по поводу этой видеокарты не нашел то что она типа 3d поддерживает но сейчас вам все покажу это думаю неправда давайте начнем с синтетических тестов ну как минимум надо нам тест и кэш и памяти сделать да но перед этим я хотел бы посмотреть насколько данный прост греется а ты установил 64 аиду и что-то блин пипец установку запускаю очень долго были у меня тут мысли попробовать выйти в интернет с этого компа но инструкция с с е как вы думаю знаете нету данного процессора соответственно никакой адекватный браузер который просто может хотя бы загрузить современный интернет тупо нету так что первая стабильность систем пробуем провести да ох жесть какая так жесткий диск отключаем просто показывает неведомую температуру крайне низкую 3 градуса ну я думаю верить этому не надо давайте попробуем загрузить его в шишку то бишь на сто процентов и посмотреть чем тут вообще прогревается или нет кстати вот по пальцемеру радиатор прям холодный у процессора но не может же быть блин 10 градусов температуру платы материнской 37 а у процессора 10 с по-моему как фигня прочее подождем минут это несколько и посмотрим на результат и в общем прошло три минуты и не поменялось ничего 10-11 градусов скачет типа температура процессора 38 бывает 39 показывает градуса температура материнской платы в общем чет тут явно с датчиком не так ну тоже бред полный у меня в комнате не может быть такой температуре уже окочурился мало давайте попробуем сделать тест кэш и памяти долгожданный 133 мегагерта частота шины фсб лобин сколько частота памяти ничего не пойму а ну столько же получается да а ты есть скорость и не 367 мегабайт в секунду и от просто мега цифры сейчас посмотрим скорость говорится записи 160 мегабайт секунду вот это поворот скорость копирования думаю плюс-минус подобное должна быть блин как же сон и долго делать просто уже такой я не знаю очень интересно странный комплектер до 206 мегабайт ребят это уже говорится мощь сила посмотрим на латентность она я думаю тут тоже будет каких неадекватно высоких цифр 232 целых и семь десяток наносекунды это что вообще это как понимать так скорость кэша 3000 мегабайт в секунду вы особо понимали она когда на четвертом пенсиуме тестировали все это дело у нас скорость работы памяти которая типа ddr была выше чем тут кэшу процессора жесть и это я напомню 2004 года плата и от просто же я так понял почему компания ве а или обанкротил все кто-то там перекупил в общем дела у нее достаточно плохо шли ну как вот можно было вначале даже двухтысячных годов вот такое вот выпускать понятно это нишевый продукт специфический или оси тряси лоботряси но эта технология не знаю прошлого века получается все перешли в 21 эти там в двадцатом нам что-то еще усили делали жесть блин причем кэш 2 уровня соответственно еще медленнее чем кэш 1 что логично ужас цифра просто страшный давайте попробуем цпу queen такой тест провернуть все у нас тут получится все тесты от прогонять эти не буду как обычно видеороликах обойдемся чисто одним посмотрим чем тут покажет на если конечно 0 цифру выдаст о каком все другой проведет сравнить хоть каким-нибудь процессором я е-мое какой звук выдался чё а это 4 не оптимизирована под этот процессор 418 баллов мы набираем на 533 мегагерта это на уровне чего селерона частотой 206 мегагерта что за прикол хотя вот есть веры и пи 800 мегагерта он тут 573 набрал до пацаны дела конечно суровый ладно что касается короче игр а я вам покажу заявлено что вот это чудо видеокарта типа 3d поддерживает пока мы не можем запустить даже квайк 3 сейчас вам все покажу сейчас тут все будет моргать мигать игра элементарная с любой затычкой которая была в то время все дел могло запускаться но тут нифига просто полный бред пишет какую-то ошибку ну и с рт все видите говорит лесом также я сейчас не буду дел показывать но я пробовал запустить софт варном режиме так где на нас было так counter-strike ну короче half-life 1 пытался софт варном режиме запустить открылась меню нажал новую игру и все нафиг зависла короче пришлось комп перезагружать с помощью рестарта горячий перезапуск в общем вот такие дела если вы думали что надо расстраиваться в ничего не получится поиграть нет 3d поддержки эффект с ней ездишь замечательные игры в 2d сейчас вам все покажу эмулятор 16-битный приставки sega так открываем рон привет как говорится дивидером так давайте все дело на весь экран и сейчас вы офигеете вот это я понимаю картинка вот это графон игра я думаю не нуждается в представлении все ритм лб знают ни один горит джойстик был сломан да е-мое как это дел пропустить то все пресс-старт один плеер на берем раша горит а будем вы хотите все никаких тормозов пацаны игра идет одиа идеально и раскрутку в кадров должно быть пацаны игра идет мега круто потом понимаете раз она севу тянет значит можно и спокойно дэнди эмулировать а то тысячи ребят тысячи игр причем очень даже крутых вот казалось бы вроде бы ни в темный комп ничего он не может да дофига ничего может на самом деле вот я думаю офисное приложение тоже без проблем будут на нем запускаться но из начала двухтысячных там не знаю microsoft офис 2003 например его мои отчет тяжелой кс по типу фотошопа там ставить не надо ну вот можем попробовать просто стандартных этот открыть wordpad например там или блокнот несут вот пишем кто тут нормально работает ну что говорится не глючит все нормально то есть для каких-то офисных задач он в принципе даже подходит вот думаю пора подвести итоги ну и что я могу сказать покупка данной платы за 500 рублей это абсурдно бессмысленно и беспощадно да конечно поковырять это все дело интересно было то что она не тянет 3d приложения в принципе понятно и так было то что можно без проблем двухмерные игры играть ну прикольно но в 2023 году но это полный бред за 500 рублей можно наверное смартфон купить он это будет лучше по производительности чем это чудо вот для коллекции в принципе вполне интересная штука вот можете предложить в комментариях каким вариантом можно использовать может быть как-то проапгрейдить это все дело и как это можно будет применить я возможно сниму еще один ролик то есть в любом случае надо искать оперативную память о здоровом объем 512 мегабайт проверить действительно потянет для на такую количество памяти или нет попробуйте установить какую-то видеокарту не знаю сюда может быть каком монстра найду этого буду 3d старинного которых вот этот писяй устанавливается может с ним получится какие-то более-менее игры запустить на самом деле блин вариантов применения оказывается куча вот в его случае покупкой остался доволен хотел вам показать более подробно все это за чудо что за зверь такой и возможности что-то интересное в голову придет по поводу и сниму потом еще один видеоролик так скажем более полноценно вот если вам понравилось это такое немного трешаковое видео то ставьте лайк если вам видео не понравилось может поставить дизлайк и идти как говорится лесом вот а всем остальным высоко уважаемым зрителям и подписчикам респект ос и уважуха все всем пока всем удачи и до скорых встреч